Привет, с вами Хэппи Вульф, не успел я на праздниках записать видосик, как и планировал. Теперь, к сожалению, подкаст на сотню тысяч переезжает еще на несколько дней вперед. Ну, спасибо, я должен сказать моим любезным соседям сверху, которые решили замутить озеро Байкал в полную величину прямо у себя в ванной. Но что-то пошло не так, поэтому это превратилось в Ниагарский водопад, который протек ко мне в коридор. Охуительная планировка дома на сольку ебанская, что-то в этих помещениях рядом находится. И теперь их, в общем, запланированный ремонт в ванной превратился в мой незапланированный ремонт в коридоре. Причем, пока я на байдарке к этим пидорам сверху не приплыла, не спросил кого хуй, вы там водоем для парусной регаты у себя устроили, они кран не выключили. Ну, вернее, у них там то ли что-то протекло, то ли труба полетела, я так и не понял. Но, видимо, что-то незначительное, так как бассейны у меня дома, слава богу, не получилось. Теперь, правда, придется обой переклеивать и потолок заново белить. Ну, заебись, в общем, февральские праздники, я все понимаю, у них там сверху постоянно ту отечеству водяры защищают, и Масленицу ей же, и Крещение, и Рождество, и Пасху, и все. Каждый день у них праздник. Достаточно оптимистичный взгляд на жизнь, согласитесь. Ладно, сегодня, короче, будем в сотый раз играть в ДСП-контейнер Бич. Я год назад обещал, что я сюда еще зайду хотя бы раз. Больше обещать не буду, так как на эту игру, похоже, вообще болт забили. Тут почти нет апдейтов, но что добавили, конечно, посмотрим. Поугараем над каменным тюленем, и, наверное, хватит. Оставим эту игру в покое, ладно? Вот этого экрана, кстати, раньше здесь не было. С помощью него игрока информируют о том, что 173-й вырвался на волю и теперь бродит туда-обратно, правда. Ну, люди, которые в это раньше играли, и так об этом знают, а те, кто не играли, им это вообще нихуя не поможет. Без внутриигровой википедии тут ебанешься это проходить. Эта игра безумно сложная, в ней все неочевидно абсолютно, и она еще к тому же страшная. Я напуган. Так, ладно. Прописываем NoTarget. Это новая команда, ее раньше не было. И спауним сразу спецназовца. Так, все, сейчас этот благородный воин изолирует нахер этого каменного чертилу отсюда, и можно спать спокойно. Если он, конечно, по дороге не застрянет, тут все очень криво, все на соплях работает, а вот один чих, и все сломается. Ой. R2D2. Персонал, репорт 2. Имедиатли. Имедиатли. Вот, смотрите. Даже кнопки не работают, но что за дела? То есть, тут все очень, очень нестабильно, но хотя под пол не проваливаешься, как это было в 2013 году, то есть, работа над ошибками была проделана. Сука, теперь тут NPC проваливаются сквозь пол, а не персонаж. Я побожаю эту игру. Смотрите, как он счастлив. Вот у меня сейчас такая же рожа, блядь, веселая. Эээ, куда ты пошел стоять, сука? Спауним его сюда, этого тюленя, я забыл совсем, его нельзя дальше пускать, потому что дальше стоит настоящий 173, там за стеклом. И, короче, этот спецназ весь нахуй сломает всю игру, если дальше пойдет. Так, сейчас они налюбуются, два голубка. Молодец! Гража невесты прошла успешно. Но, к сожалению, в нормальной игре этот захват, скажем так, происходит лишь под самый конец, когда уже не особо нужно. И вот всю игру с этой стрёмной каменной штукой приходится тусоваться. Моргнул, она ближе. Моргнул еще, еще ближе. Моргнул третий раз, получаешь по ебалу автоматом, ну потому что ты настолько тупой, что не понимаешь, что эта хуйня на тебя прет, то что с тобой поделать. Ну, к сожалению, наверное, он застрял. И на этом наша полномочия. Все, его никак не подтолкнуть. Он в камеру содержания, в общем, ведет, к которой мы три минуты назад были, там где два трупа валялось. Я вам просто более наглядно хотел показать все это дело, но, увы, не судьба. Сейчас, секунду. Год мод пропишем на всякий пожарный. Я, как и в прошлые разы, играю с консольными командами, преимущественно с теми, которые дают возможность вести такие, скажем, экскурсии, как в Сталкере, помните, недавно было. Но для всех тех, кто не знаком с этой игрой, я создал плейлист, там будут три ключевые серии по SCP. Тоже играл с читами и рисованное видео в пейнте, когда-то давно делал, которое, например, много объясняет. Желательно это все тоже посмотреть, потому что, ну, в прошлые разы я почти все показал, все объекты, концовки. Потому что по второму кругу не будем забегать, каждую камеру посещать, поэтому просто будем бегать туда-обратно. О! У него все-таки получилось! Я должен это увидеть. Так, Fly-1. Полетели. Или по радио было сказано, что, типа, доставили все-таки этого каменного пряничного человечка в камеру содержания. Вот этот солдат. А вот и он. Как он это сделал? Я не знаю, он же там вроде застрял в лестнице. Ну, видимо, случаются чудеса в этой игре. Так, возвращаемся обратно. Там как раз был один из трех оставшихся SCP, которых я не показывал. Ну, больше в этой игре делать нечего. Я говорю, вся движуха прошла. Окей. В общем, это какой-то медвежонок, который сделан полностью из человеческих ушей. Когда к нему подходишь, он начинает визжать. И это все. И когда-то это казалось действительно страшным. Ну, не конкретно вот этот медвежонок, да? Другие чудовища, они тут похлеще будут. Сейчас его вылечить только надо. А то в таких песнопениях у него персонаж тоже ушами начинает покрываться и впоследствии умирает. Я, честно, не шучу, это такой побочный эффект. Я, к сожалению, не помню номер этого объекта, чтобы пруфануть. Но в Википедии игры он точно есть. Так, убираем. Не понял его, что-то уже не должно быть. Почему он исчезает? Нет, это настоящая статуя, о которой я говорил, она там за стеклом стояла. Теперь она тут, но почему она по команде-то не пропадает? Хитро выебанный тюлень, сука. Опа, как раз сюда мне и нужно. Я даже не знал, что я сюда приду. В конце концов, я до сюда вот не доходил еще. Во время тестирования. Ну окей, SCP-1162, второй из трех объектов. Да уж. Второй из трех объектов, SCP-1162, он представляет собой дыру в стене, в которую можно слить весь инвентарь и взамен получить либо мусор, либо мусорные редкие предметы, которые никак в игре не пригодятся, а уже назад ничего не вернуть. Вот, пожалуйста, какие-то боссные пиковые короли, банковские карты, куда делись мои улучшенные очки ночного видения, батарейки и прочее, уже не ясно. Так, все, инвентарь пустой, вот сейчас мы узнаем, что будет из-то руку засунуть. Будет бобо, но я предполагаю, что руку, потому что сумка-то пустая, что он еще туда мог... Да уж. Как-то даже обидно, что все так получилось, но можно не сдаваться и попробовать еще раз. И еще раз. Да, похоже, это так не работает. А, нет, работает, смотрите, как он веселый водораза шагал. Ай-да, ай-да, красота. Ой, он аж загнулся от боли. И встать уже не может. Ладно, давайте не будем мучить несчастного персонажа. Наверное, на деле это несколько больнее, чем выглядит со стороны, да? Мы пустой инвентарь, например. Так, сейчас нужно показать эти редкие объекты, которые все же могут вывалиться из этого отверстия. Ну вот они все ценные, в кавычках, предметы, которые могут выпасть. Самым интересным, на мой взгляд, экземпляром здесь является документ. Это дисциплинарное слушание, в котором нам явно дают понять, что главгероя за несанкционированные исследования какой-то там аномалии опустили в петухи. Ну, вернее, в класс D. То бишь, расходный персонал. Также тут есть бейджик с некоторой личной информацией, опять же, принадлежащей, как я понял, персонажу. Причем, похоже, что он был ученым с четвертым уровнем допуска, всего их пять. И разжалование, наверное, было достаточно обидным, мягко говоря. Ну, надо понимать, где ты находишься. Это же не то же самое, что на работу опоздать. Так, ну и ключик, билет в кино и этот самый монетка. Это просто памятные предметы, которые главгерой, взяв в руку, начинает описывать. О, я помню, я помню этот сеанс. А помните ключик от кладовки, я помню. А помните этот четвертак, блядь, это всем похуй. Ну и третий, последний SCP, это противогаз, который валяется на одном из складов. Я, к сожалению, не знаю на каком, поэтому просто заспаунил. Его нужно надеть, и вы окажетесь в прекрасном мире. Вот так видят мир люди, которые носят советский противогаз ГП-5. Вон, видите, там вдали стрёмные силуэты начинают появляться. Вот так будут для вас выглядеть остальные люди. На самом деле, я так и не понял, в чём смысл этой локации. Ну, типа, надеваешь на голову эту херовину, да, понятно, попадаешь сюда, и всё, тут просто монстры бродят. В Pocket Dimension, куда персонажа утаскивают 106-й, хотя бы есть записка, в которой кота от какой-то двери написан. А здесь что? А здесь тебя просто избивают, я понял. Хорошо. Ну, хотя бы выбраться можно путём снятия противогаза, и на том спасибо. Ага, я решил его прямо в комплексе создать, чтобы получше разглядеть. Ну, он на монстра из амнезии похож. Достаточно сильно. Такой же агрессивный, правда, он не атакует из-за бага, потому что нужно находиться в их измерении, где их много, а ведь здесь он в одиночку себя несколько скромнее ведёт. Так, я его за дверью запер, сейчас мы призовём разлагающегося деда, забавы ради. Вот то, когда слышишь, нужно бежать просто со всех ног на другую часть карты, чтобы тебе этот монстр не достал и не утащил в подземный мир, из которого я до сих пор не знаю выхода. Там вроде какой-то туннель надо было найти, зато у него теперь есть жилеточка, ему реворкнули модельку в очередной раз. Раньше он ещё страшнее выглядел. Не знаю, как по красоте могут варьироваться разлагающиеся трупы, но сейчас он определённо выглядит получше. Так, уйди-ка ты нахуй с глаз долой. У меня ещё фобия от старых прохождений никуда не пропали. Вот помните, там труп с потолка упал, из чёрного пятна, вот это как раз проделки этого хуила. Сейчас ещё одну штуку заспауним. О, слышите дыхание. Эта цапля должна атаковать, когда к ней подходят. Вообще, когда рядом с ней находишься, чё она просто пялится и головой машет с стороны в сторону. Я не понимаю, я уж заикаюсь, сука, от этой игры. Один из самых страшных, наверное, проектов, которые я вообще в своей жизни видел в VR-е, вот в это играть не стал бы даже, я бы зассал, честное слово. Посмотрите просто на это чудовище ебучее, оно у вас за спиной появится, родишь, блядь, и я не знаю, не то что обосрёшься. Не знаю, короче, чё она не атакует, я в прошлых видео, можете посмотреть, и в камеру к этим тварям заходил, и на голову им буквально залезал, вообще похуй, стоят просто смотрят. Дружелюбные цапли. О, это же этот клюворожий, что он здесь делает? Он был, по-моему, во второй части, но он там не двигался и на месте сидел, а тут он прямо в комнату управления заходит. Это чё за... Интересный у него голос, как будто автоботу яйца отрезали. Да шутка, шутка, братан, блядь, остынь, ты чё? Шутка, я понимаю, все на нервах, но не до такой же степени, ёпты. Короче, раньше он сидел в камере с двумя зомби и начинал охотиться на игрока, когда тот в эту самую камеру заходил, а сейчас он просто страх потерял и бродит по комплексу, это вообще законно? У меня для старых фанатов сюрприз. Та-дам, долговязый ебан. Ой-ой-ой, пора отсюда съёбывать. Чувак, бежал бы ты отсюда, ох, бежал. Ой, я помню этот колокольчик, в общем, когда звонишь, появляется этот самый монстр, который указывает путь к выходу из комплекса. Ну и где он там, эта музыка, Чингисхан, Москву, Москву, сука, давай сюда. Ну и пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok